Здравствуйте, мои дорогие друзья! Подписчики и гости канала. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, Настя! Я сегодня в гостях у Насти, и мы наконец-то решили уже, что мы заканчиваем нашу обшивку броши. Это третий заключительный этап марафона «Вышиваем брошь вместе». Наконец-то мы приступим к третьей заключительной части. Но я вам должна сказать, мои дорогие зрители, я посмотрела работы мастериц наших Наталий. Наталья из канала «Ната-ната», Наталья из «Транина» и наша Ирина из канала «Скоробей». Я просто ахнула, какие там работы, какой там уровень. Это такое терпение, это такое вот это все, но результат стоит того. Это просто, по-моему, шедевральные там получаются броши. Моя брошь сейчас пока для новичка, она более скромная. Нет, нет, я считаю, что брошь правильная, потому что мы взяли очень красивую винтажную пуговицу, по-настоящему красивую. И не надо ее как бы утяжелять каким-то лишним дизайном. Да, но более простой отношения для новичка это хорошо. Я надеюсь, что я справлюсь с третьим этапом. У нас на третьем этапе что идет? Закрываем задничек и расшиваем край. Расшиваем край, приклеиваем кожу. Ну там, да, да, ну мы покажем. Мы покажем, мы вам сейчас все покажем. Но я хочу еще отметить одну мастерицу, Ирину Некрасов из Израиля. Я даже одела ее брошку. Настолько красивая работа. Вот она прислала одну Инессе, одну мне. Это так вообще удивительно получилось. Я обещала подарки. А получила их сама. Вообще со мной то же самое произошло на винтажном конкурсе. И я там призы, там все такое прочее. А в результате я получила несколько брошей в подарок и одно украшение. Вообще, это вообще удивительно. Мы знакомимся с такими потрясающими, на самом деле, творческими людьми, что просто вот не найдешь, вот не встретишь ты их на улице. Это вот именно вот наше сообщество. Правда, Инна Зачка? Мы познакомились благодаря Ютубу, благодаря каналу с такими мастерицами потрясающими. Творческие люди, талантливые, усидчивые, я не знаю, ну просто звездочки. Каждые звезды. Нет, звезды. Звезды. Звезды, правильно. Ну, сейчас мы как бы попьем чаю. Сейчас мы чай попьем, наберемся силы. И наконец-то закончим. И наконец-то закончим наш. Итак, в прошлый раз мы с вами остановились на том, что мы приклеили сзади картонку и замочек. Теперь наша задача приклеить кожу на нашу брошь. И мы уже это сделали. Да, мы это уже сделали за кадром. Я думаю, что многие знают, это очень во многих мастер-классах все это показано. И мы здесь используем натуральную кожу. Можно использовать кожезаменитель, но натуральная кожа, она лучше тянется, и это более удобно. И сейчас мы с вами будем все это обрезать. Итак, мы с вами обрезали края, лишние края кожи. И вот так вот у нас получилось. Вот так оно выглядит. И теперь нам нужно расшить край. Расшивать мы будем русским способом, русским швом. Потому что девочки, которые участвуют в марафоне, и вот Ирина, и две Натальи, они обшивают американским способом. А мы решили в знак дружбы обшить русским способом. Вот они из России сделали американским швом, а мы тут в Соединенных Штатах. А мы решили сделать русским швом. Русским швом. Я думаю, что это будет вот знак нашей дружбы и нашей лояльности, да? Конечно. Итак, мы начинаем. Значит, сначала мы проводим нашу иголочку вот сюда, в кожу. С изнаночной стороны. Мы сделали узелок, такой хороший, большой, на конце. Несколько раз завязали. И мы протягиваем. Хорошо. Дальше. Так. Тут у меня ниточка очень длинная. Сейчас я ее сделаю удобно. Итак, теперь мы берем бисеринку. Спускаем ее к работе. Вы знаете, я хочу похвалить Настю. То, что она сейчас делает, это совсем не просто. Она на черном, шьет черными нитками. Это совсем не просто. Для начинающей особенно. Молодец. И мы свою иголочку засовываем между вот этими двумя бисеринками. Протягиваем. И мы должны проколоть и фетр, и кожу. Правильно? Мы все должны проколоть насквозь. Насквозь. Да. Так вот мы стараемся это сделать. Так. Это немножечко сложновато. Если это самое, можешь помочь себе плоскогубцами. Сейчас я на ее возьму. Итак, мы протянули. Вот наша бисеринка. И мы немножечко оставляем здесь место. И заходим. Бисеринка справа. Вот, бисеринка справа. Правильно. Теперь мы нашли иголочки. Она должна лечь. Она должна лечь. Она должна лечь и быть справа. Так, я же не... Я должна затянуть. Вот давай теперь затягивай сзади, наперед. Так. Подхвати эту петельку. Вот я подхватываю петельку. Да, да, да. То есть это, в общем-то, шов наш, заделочный шов, как мы делаем... Да, при обработке любого края. Любого края. Теперь мы снова берем бисеринку. Так, Настя, теперь проследи, чтобы, когда ты вот между двумя бисерями здесь, чтобы там были следующие две бисерины, понимаешь? А, я поняла. Чтобы у нас было расстояние аккуратное и одинаковое. То есть я по этому тебе дала два одинаковых бисера и на расшивку самой броши на край и здесь, чтобы тебе было просто легче. Ты поняла, да? Да, вот я ставлю между руки. Итак, мы взяли следующую бисеринку, опустили к работе и теперь мы прокалываем между двумя следующими бусинками, да? Да, да. И оно как раз у нас и ляжет. То есть нам нужно опять проколоть фетр и кожу. А ты между бисеринками прокалываешь? Да, вот между бисеринками. Хорошо, хорошо. Да, насквозь, конечно. Мы прокалываем насквозь. Прокалываем насквозь, подтягиваем. Так. И все делаем опять. То же самое. Бусинка справа. Бусинка справа, но у нас есть петелька, которую мы проводим иголочку. И затягиваем. И затягиваем. Ох, она зацепилась. Вот инструмент. От инструмента. Бери. Так. Окей. Замечательно. Вот так. Затяни как следует. Посмотри, что все легло ровненько. Вот. Ну вот, давай поближе покажем, как получилось. Ну вот, они вот рядышком сели. Вот так вот. И продолжаешь все то же самое. Давай еще раз один попробуем. Давай еще раз делаем. А потом остальное уже сделаем за кадром, чтобы не утомлять наших зрителей. Ой, зрители молодцы. Они выдержали. Ну а что ж? Ой, не говори. Но мы уже, как говорится, на финишной прямой. Но мы уже почти все сделали. Да, и мы молодцы, конечно. И зрители наши, конечно, огромные молодцы. Большое им спасибо за терпение. Правда? Да, они говорили за терпение, которое они проявили. Обучать новичка, на самом деле, это очень утомительно. Это не то, чтобы утомительно. Тебя обучать легко. Ты очень легко все берешь. Но просто это ответственная такая работа. На камеру это сложно делать, потому что медленно получается. Мы и так стараемся уже побыстрее. Так, и следующее. Да. И опять протянула, да? Так, подожди, а я взяла петельку? Нет. Нет, не взяла петельку. Давай поднимемся. Так, надо чуть приподнять. Приподнять и взять. Вот она у тебя правильно лежит. Бусинка справа. Да, бусинка справа. Нет, не с этой стороны. Справа. Вот справа. И вот здесь мы делаем петельку. Только ты, по-моему, спереди-назад делаешь, а надо сзади наперед. Как ты подхватываешь эту петельку? Помнишь, да? Отсюда подхватываю. Откуда? Вот отсюда. А, нужно. А, нужно оттуда? А, окей, хорошо, я исправлюсь. Тогда она лучше так подтянула, да? Подтянула, да. Ну, еще раз и исправляюсь. Еще раз исправляюсь. Так, опускаем к работе. На самом деле, расшивка, она не сложная, но тут нужен определенный, конечно же, навык. А, Анастасия сегодня первый раз это делает. Да. Она молодец. Значит, мы опять между, мы прокалываем фетр и кожу. И мы стараемся, чтобы на уровне все было, чтобы все было хорошо, одинаково, да. И чтобы сзади шовчик тоже был одинаковый. Так, сейчас мы проколим. Да. Вы не представляете, сколько я сломала иголок на этом вопросе. И мы, ты говоришь, сзади делаем. Вот так. Да, вот так мы протягиваем. Так оно лучше затянется. Так лучше затянется. Хорошо. И так ровнее ложится. Давай, давай, тяните, тяните. О! О! Вот, видишь, да? Да. Ну, лучше тебе? Да, действительно так лучше. Ну, вот так действительно надежнее. Все. Ну, еще, пожалуй, один разочек покажи, как ты это делаешь. Вот я взяла бисеринку, я ее спускаю. Угу. Так. И теперь, здесь нужно очень, оказывается, сильно затягивать. Уганесса мне показала нюанс. Вот наша бисеринка. Значит, мы идем, прокалываем между нашими последующими, последующими, да? Да. Мы прокалываем фетр и мы прокалываем кожу. А ты бисеринка, между бисеринками. Между бисеринками, да. Я не вижу отсюда. Вот, мы прокалываем. Прокололи, потянули все. Так. Прокололи. Да. И нашу петельку вот сзади мы захватываем. Да, сзади захватываем и сзади протягиваем. И очень сильно натягиваем. И нужно натянуть, как слик. Да. Вот, вот буквально, чтобы оно хорошо легло. И тогда, что хорошо, вот весь этот бисерный край, он будет впереди, то есть он будет как бы виден вот здесь вот так. Он красиво ляжет и затянет кожу. Да, он красиво и затянет нам все на свете. И кожу, и ветра не будет видно, и все будет хорошо. То есть обязательно нужно очень сильно подтянуть. Ну что ж, вот, в общем-то, я расшила, девочки. Конечно, есть кое-какие проколы. Я думаю, что наши рукодельницы это заметили. Не все идеально, но я надеюсь, вы дадите мне скидку. Это моя первая работа. Да, конечно, Настя, все очень прилично. Здесь прилично, конечно, вот здесь вот, например, пропущено. Ну, ладно. Немножечко, ты знаешь, я много дала, наверное, клей на фетр. И вот в этих местах я не могла проколать иголочку. Ну, это как бы все понятно. Дело в том, что когда эта брошка будет носиться, этого вообще не будет видно. Но, так как у нас типа мастер-класса, то, конечно, проколы заметны некоторые. Но я тебе хочу сказать, Настя, что ты молодец. Что ты как бы все поняла. И тебя зацепила, да? Вообще хорошая вещь. Ты знаешь, захватывающе. Хочешь дальше продолжать? Я попробую сделать на это время. Мне очень понравились. Ты знаешь, некоторые броши, я хочу отметить, канал Истранина, и цветочек. Мне у нее так понравился. Ты знаешь, такой красивый, яркий, необычный. Там, конечно, кропотливая работа. Да. Работа кропотливая. И мне очень понравилось у Ирины ее броши, медали. Это уже такие оригинальные. Замечательные. Замечательные. Во-первых, для начала. Во-вторых, пуговица такая, что тут ни к чему делать на воротах. Надо было сделать самую простую работу. Просто ее закрепить. Потому что, видите, когда... Вот еще раз показываю с оборотной стороны, как она получилась. А еще я забыла, вот что у меня есть дома такая филигрань. Вот я сейчас досяжу Насте. А дома я хочу потом привезти Насте вот этот кусочек туда, в такой вот фигурной филиграни, чтобы она вот сюда вот подклеила. Да, я видела такие работы. Она тоже интересное делает. Вот я просто забыла сегодня. Ну, it's fine, ты что, последний раз приходишь, еще приду. Нет, конечно, ты что, Настя. Но я, в принципе, очень довольна. Я считаю, что Настя настоящий молодец. Ну что ж, Настя. Все? Завершили, завершили мы наконец-то. И опять пьем чай. Только с другой брошкой. Это уже готово. Да, чай мы пьем уже с другой брошкой. Вообще интересно, чай пить с брошкой. Ой, не говори. Слушай, а это идея. Кто знает, кто знает. Да, надо будет. Может быть. И вообще, кто знает, что будет в будущем. И вообще, кто знает, марафон. Может быть, я какой-нибудь конкурс организую. А это идея. Слушай, мне нравятся твои конкурсы. Я люблю в них участвовать. Вообще столько интересных идей. Столько интересных идей. Вот недавно мне понравился, ты знаешь, конкурс «Натюрморт» с изюмами. Это от Елены, да. На канале «Бабушкина квартира». Кто не знает, я сброшу обязательно. Ну, сброшу. А ещё знаешь, мне какой понравился флешмоб «Готовь Сане летом». Ой, я к нему ещё даже не приступала, а уже скоро зима. Нет, я его, знаешь, перед Рождеством сделаю. Вот я тоже, потому что у меня тоже есть идеи кое-какие. Ну, давай поговорим немножко о нашей брошке. Не говори. Мы с тобой всё время уходим от темы. Ой, не говори. Вот. Ну что, брошь, по-моему, как вы думаете, получилась очень интересная, такая элегантная. И вот я люблю очень жёлтый с чёрным. Очень красивое сочетание цветов. Ой, я люблю такой цвет. Даже не жёлтый, а горчичный. Горчичный цвет. Он сейчас, знаешь, осень, осенняя пора, и он там хорошо смотрится. Ой, а я вот в чёрном. Ну, правда, вот. Ой, мне очень нравится, кстати, твоё украшение. Это украшение с бисера, да? Да. Это плетение. Ну да, я его дам. Ты сама делала? Да. Молодец. Это же называется, эта техника мех. А, да? Да, вот такая вот. Вот это что-то новое для меня. Ну, вообще бисероплетение и расшивка. Это стромашек. Огромная. Это, ну, такая красивая, такая захватывающая. Ну что ж, мои дорогие зрители, я вам желаю тоже заболеть бисероплетением, расшивкой, брошей, бисером. Это увлекательнейшее занятие. Возможно, вы захотите повторить наш подвиг. Ой, не говорите. Ну, посмотрите обязательно работы девочек. Вы просто потрясающие работы. Ну, удивительно. Это надо видеть. Я думаю, что вы тоже заболеете. На самом деле, можно постепенно вот начать с такими небольшими шагами, как мы с тобой сделали, простыми методами. Главное начать. А потом мы уже посмотрим ваши шедевры. Ну да, хорошо было бы посмотреть, что вы там придумаете. Ну, это, конечно, к новичкам относится. А знаете, может быть, даже из тем, у кого нет своих каналов, ну, заведите вы канал ради этого. Не обязательно мастер-классы выставлять. Вы можете просто свои работы показывать. Потому что я знаю, что мастер-классы писать, это такое дело непростое. Непростое, да. На самом деле, через камеру много чего не видно. Но, опять-таки, это дело привычки. Вот смотрите, как справляется замечательно наша троица Ирина. Девочки потрясающе талантливые. У них очень хорошее качество. Вот что мне нравится, это качество, когда видно каждый деталь, когда ничего не смазано, когда работы, когда вот руки в центре, никуда не уходят. Нет ничего лишнего. Да, очень хорошего качества и видео, и сами работы. Шикарного качества. Ну что? Мы с тобой вместе. Мы с вами прощаемся, мои дорогие зрители. Мы желаем вам всего самого лучшего. Огромное спасибо всем тем, кто участвовал в марафоне. Спасибо, что вы нас поддерживали всегда и были с нами вместе. Ой, не говорите. Я тоже благодарю, бесконечно благодарна моим замечательным зрителям, лучшим зрителям в мире. Уж какая поддержка. Это просто невероятно совершенно. Я выставляю свое видео и каждый раз получаю такую массу комментариев, что я клянусь, я по два часа каждый раз сижу, чтобы только ответить на это. Ну, огромным теплом веет, даже через расстояние, через океаны, через вот это все. Километры. Да. Мы чувствуем вашу поддержку. Спасибо вам огромное. Огромное. Всего вам доброго. До свидания. До встречи. До встречи. Все. Ну разве не мы папа? Страшное дело. Давай хоть посмотрим, что случилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok